Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Я не знаю, почему так обусловлено. У нас очень большой резонанс вызывает видео про недвижимость. Я здесь, получается, с одной стороны удовлетворяю психологическую потребность, с другой стороны хочется ответить, но я понимаю, что ответ должен быть централизованный, отвечать в комментариях не совсем корректно. И вот основные комментарии, с которыми мне пришлось столкнуться, да, особенно адепты, которые говорят про недвижимость. Недвижимость всегда будет расти в цене раз. Недвижимость всегда будет расти в цене, ну, хорошо, может быть, она в цене расти не будет, но от инфляции-то она уж точно защитит. Третий, да, фиг с ним, что она имеет доходность 4-5%, но, тем не менее, еще она растет в цене на уровень инфляции. И нет, ну, то есть очень много мне приходится слышать таких историй, что нет таких прецедентов в мире, когда цена на недвижимость падает, и поэтому недвижимость всегда растет. Давайте по порядку пройдемся, да, отвечая на эти вопросы. Во-первых, по поводу поведения цены на недвижимость. Посмотрите на цены на недвижимость в Японии, да, то есть что происходит с 90-х годов по настоящее время с ценами на недвижимость в Японии. Соответственно, они выросли, выросли достаточно активно, и в настоящий момент они даже не достигли тех уровнях, на которые были в 90-х годах. Ребята, это даже не нулевые, это 90-е годы, то есть 30 лет цена упала, да, и упала достаточно резко, и не восстановилась, потому что доходы населения не восстановились. Второй момент, что касается вопроса, недвижимость всегда растет. Смотрите, я там отдельно в комментариях пытался писать, да, но понял, что это гиблое дело, что все равно приходят новые комментарии, предыдущие никто не читает. Есть замечательная книжка Шиллера, да, называется инфляция, иррациональный оптимизм. Что такое иррациональный оптимизм? Иррациональный оптимизм, таким образом устроена психология человека, да, то есть вы вкладываете в недвижимость. Ну вот смотрите, люди, которые инвестировали, да, они инвестировали в, ну, в лучшем случае, начиная с нулевых. Ну, кто инвестировал, да, инвестирует 20 лет. И есть опыт, да, то есть есть некая нейронная связь, что если я вкладываю в недвижимость, она как минимум на уровне инфляции растет. Да, я просто работал в инвестиционном бизнесе и работал консультантом, люди тоже тогда же очень активно инвестировали в недвижимость, да, и они говорили, недвижимость это мастхэв, да, ну, еще представьте себе, я работаю 2008, 2009, 2010, то есть, ну, предыдущий рост, согласно эффектам базы, да, там просто колоссальнейший рост. А в долларах еще какой рост был, так это вообще сумасшедший. С 2010 по 2014 год, особенно там 17 год, и в 2014 это наиболее болезненно было. Было отрезвление, связанное с тем, что, ну, в долларах-то особо как бы и не растет, да, девальвировал рубль настолько, да, что недвижимость в долларовом эквиваленте упала и упала достаточно сильно, то есть она даже сейчас в долларах еще не достигла тех значений, которые были до 2014 года. Получается, людям, чтобы это осознать, чтобы прожить эту боль, им приходилось вот эта вот ситуация, да, негативного, там, отрицания, принятия, там, безразличия, сейчас точно не помню. То есть они этот этап проходили с 2014 года. И только к 20-му году, через 6 лет, да, пришло осознание, ну, что, да, вроде бы нам придется с этим жить. Это не вопрос, правильно говорю я и неправильно говорите вы. Нет, ни в коем случае. И мало того, я не являюсь человеком, который там говорит, что недвижимость это плохо. Я говорю про цена, которую нужно заплатить за недвижимость и доход, которым располагает население. Что происходит с доходами? Это является основным двигателем роста цены на недвижимость. И если вы все-таки планируете, что цена на недвижимость будет расти условно выше инфляции, то в этом случае вы должны ответить на вопрос, где лично вы видите, где вы понимаете аргументы, по какой причине в следующие 10 лет доходы населения у нас в стране будут расти такими же темпами, как они росли в предыдущие 10 лет, допустим, до 2014 года, с 2004 по 2014 год. Там доходы росли и росли достаточно активно. Если вы видите, где в России в следующие 10 лет такими же темпами будут расти доходы, да ради бога, я же не против, да, покупайте недвижимость. Но может быть, стоит быть более открытым, может быть, посмотреть еще на другую точку зрения и послушать аргументы, какие приводятся. И в этом случае тогда понимать и осознавать, что может быть, предположить для себя, а что если недвижимость не будет расти. И опять-таки все говорят, что ты про фондовый рынок. Я не только про фондовый рынок. Посмотрите на те же самые драгоценные металлы, посмотрите на инструменты с фиксированным доходом. Они тоже имеют место быть, да, они присутствуют в портфеле. Мы, соответственно, у нас на конференции давали список облигаций корпоративных, у которых доходность по купону в два раза превышает доходность ставок по депозитам в банке, в два раза превышает доходность ставок депозитов. И опять вопрос окупаемости инвестиций. Если у вас рентабельность 4%, у вас окупаемость 5%, у вас окупаемость инвестиций 20 лет в недвижимости. 20. И возвращаясь к книге «Иррациональный оптимизм», что происходит? Есть опыт, на основе опыта есть результат. На основе результата вы говорите, я повторю, это просто, соответственно, я купил недвижимость, пусть я купил ее в ипотеку, была инфляция, ипотечные платежи обесценились, я думаю, буду погашать 10 лет, погасил за 5 лет, квартира моя, могу ее делать, я ее продаю, покупаю более крутую, она у меня снова вырастает. Есть такая петля обратной связи, подтверждение, да, то есть, что вы все делаете правильно, вы все делаете верно. Но дело в том, что это не только у вас. Дело в том, что нужно просто посмотреть по сторонам, и основная толпа, которая бежит, да, то есть, это получается не вы такой умный, с недвижкой вот так вот идете, да, и такой красавчик, зарабатываете, прирастаете. Вы должны просто посмотреть по бокам и понять, да, что это целая толпа вот так вот вместе с вами бежит, да, то есть, вы вот так вот рядком идете, и у вас у всех вот эта вот положительная петля обратной связи, да, то есть, подтверждение, и бежать начинаем еще больше, да. А при этом, получается, бензин заканчивается, располагаемые доходы снижаются, денег, которые остаются после того, как получил заработную плату, и провел текущие платежи, их становится меньше. И получается, вся эта толпа начинает постепенно выдыхаться. То есть, не только вы выдыхаетесь, не только вы можете потянуть обслуживание кредита, но и все, кто в этой парадигме бегут и не смотрят по сторонам, да, они тоже начинают выдыхаться. И это получается как рост, да, то есть, рост, который происходит, он в конце концов вот так вот растет, 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 зависает, топливо закончилось, доходы не растут. И то есть, даже у самолета, если ему резко выключить форсаж набора высоты, он еще какое-то время еще по инерции пойдет вверх, зависает и, соответственно, начинает разворачиваться, падать, уходить в пике. И поэтому, получается, история хорошего, качественного роста цен на недвижимость, чтобы на самом деле заработать и заработать больше инфляции, возможно, только в том случае, когда будут расти реальные располагаемые доходы. То есть, мы тоже рассматривали в видео, да, история, связанная с быстро, дешево, качественно. То есть, вот сейчас, получается, рост, который вы получили на рынке недвижимости, он обеспечен, вы получили быстрый рост, вы, в принципе, на самом деле, особо к этому никакого отношения не имели, вам еще и дешевую ипотеку дали, субсидировали. Но это некачественный рост цены на недвижимость, да, он некачественный, потому что он в моменте спрос, который был, простимулировали ипотекой льготной, да, люди кинулись в недвижимость, да, потому что льготная ипотека, но они посмотрели на свои располагаемые доходы, у них вообще, в принципе, запас прочности-то есть, потому что бы это делать. И на самом деле, так как это, опять-таки, носило массовый характер, по всему рынку цена на недвижимость выросла. Ипотека, все преимущества доступной ипотеки, они были нивелированы в короткий промежуток времени. И поэтому, получается, тот рост недвижимости, который был с 2000 года, как минимум, по настоящий момент, это некачественный рост. И, соответственно, риски здесь сконцентрированные очень высокие. И я не про то, что не покупать недвижимость, я говорю про то, что риски сейчас высокие. И подумайте очень хорошо, а стоит ли сейчас с этими рисками мириться, да. Может быть, эти денежные средства, опять-таки, направят на что? На то, чтобы развивать свою ценность, да. То есть, чтобы для вас не было проблем купить недвижимость за 10 миллионов или за 20 миллионов. Вы знали, что вы располагаете таким уровнем дохода, который позволяет вам в любой момент это реализовать. У меня точно так же, да. Я при прочих равных условиях знаю, что у меня есть ликвидные наличные деньги. Если потребуется необходимость купить недвижимость, я могу купить недвижимость, ну, не мере жилую недвижимость, не менее 400 квадратных метров. Да, условно, это будет не рублевка, но если убрать вот центр МКАД, там, Москву и ЦКАД, да, если вот из всей доступной недвижимости в России выбрать, да, даже больше, наверное, дом стоимостью 600-700 квадратных метров я могу вот так вот купить, да, в любом регионе России. И мне, в принципе, спокойно. При этом я понимаю, что мой капитал, он защищен от инфляции в других инструментариях. И это я просто постарался ответить на вопросы, определить свою собственную позицию, чтобы, может быть, у вас было меньше вот таких вот комментариев, да, что-то там против недвижимости. Да, я не против. Я говорю, что сейчас немного, на мой взгляд, да, цены неадекватные. И поберегитесь, поберегите себя, свое состояние, своих собственных родственников, близких детей, да, может быть, стоит просто воздержаться и подождать, когда вот этот вот некачественный рост, который был вызван стимулирующими мерами, да, он как минимум уйдет, вот эта вот премия из цены недвижимости уйдет. Ребят, на этом у меня сегодня все. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, полезное было видео. Если есть еще что сказать, обязательно пишите, чтобы мы эту тему развивали дальше. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok